Так, еще раз всем здравствуйте, повторюсь, меня зовут Алексей, в рынке с 2008 года. Расскажу вам сегодня немножко о торговле на открытии. К сожалению, скрин у меня полностью, весь экран не получается вывести, получилось только один чарт, в принципе, но я думаю, что справимся и с одним чартом. Торговал я активно и внутри дня, но сейчас больше приоритет отдаю все-таки открытию. Пару слов о том, почему именно так я решил для себя, потому что считаю торговлю на открытие более простой и более профитно, в каком плане. И в плане отношения риск-прафит, и в плане того, что вы экономите свое время, вы торгуете в рынке, который двигается, в отличие от торговли внутри дня, в том числе и обеда. И у вас есть возможность развиваться, да, то есть искать какие-то хорошие ситуации, постоянно что-то подкручивать, и на это остается очень много времени, да, и ваши нервы, в принципе, всегда в порядке. В отличие от торговли внутри дня, если вы остаетесь, да, и торгуете целый день, там, со 9.30 и до 16.00, есть очень большая разница по ситуациям. В принципе, ничего у меня не поменялось, я уже много раз об этом рассказывал. Торгую я компанией с небольшой капитализацией. Это, в принципе, наверное, мид-минус, то есть если мы посмотрим там на финвизи, да, то есть это будут стаки с капитализацией вот меньше 2 миллиардов. Их достаточно, да, то есть со средним объемом более 200-300 тысяч. Почему? Потому что если стак в среднем торгуется меньше, там, 300-200 тысяч, то на открытии в нем зачастую бывают очень большие спреды. Очень много нюансов по этому поводу. Можно, в принципе, искать и варианты, когда стак не торгуется вовсем, там, и до 100 тысяч, можно найти инструменты, которые с каких-то копеечных уровней, да, вылетают и ходят там по поинту по 50 центов. Но это уже такие ситуации, которые встречаются достаточно редко, да. В основном это вот стаки с средней и меньшей капитализацией, которые падают на отчет. Что я торгую? Я торгую отчетный период, определенные новости. То есть это могут быть новости по слиянию и поглощению. Это могут быть репорты, да. Это могут быть гайденсы. И очень редко иногда могут быть какие-то апгрейды и даунгрейды, да. Но это, в принципе, отдельная такая ситуация. Почему? Потому что на апгрейде, как правило, стак на премаркете уже загоняют к какой-то цене, да, и после открытия он, в принципе, ничего не делает. Отдельной ситуацией является, когда у нас, допустим, есть какие-то движения в индустрии, допустим, в индустрии, там, independent oil and gas, да, и нефть торгуется в районе, там, 2% минуса, да, а на стак выходит обгореть. Естественно, все его компаньоны торгуются уже ниже, приблизительно в 2%, да, а инструмент на премаркете появляется выше, да, и открывается выше. То есть вот такую ситуацию можно торговать в обратном направлении, то есть рассчитывая на то, что инструмент будет отыгрывать, опять-таки, движение по нефти и будет падать после открытия. Значит, чем я пользуюсь? Пользуюсь я фильтрами таки, он настроен они у меня на премаркете следующим образом, то есть это relative value больше, чем 0, там, 1%, да, то есть в зависимости от времени, то есть если я ищу в стаке, там, 8 часов, то это будет 0,1, и дальше я буду понемногу добавлять этот процент. То есть относительный объем использую и использую проторгованный объем, то есть начиная от 1000 и опять-таки также, то есть добавляет, в зависимости от того, какое количество стаков у нас будет находиться в сортере. То есть мне нужно для того, чтобы найти инструменты на открытие, взять, в принципе, на лист, там, допустим, бумаг 10, да, максимально хороших, и после этого отобрать 2-3 инструмента, которые я непосредственно буду посылать на открытие. Я показываю браузер, но, к сожалению, вы его не видите, да, то есть я сейчас показывал браузер и скринер Finvisa. Могу попробовать переключиться, но думаю, что этого делать не стоит, поэтому буду рассказывать без браузера. Понятно, да, то есть использую Relative Valium и использую проторгованный объем. И что еще? Это Change, да, то есть я торгую инструменты, Change которых, да, в процентном отношении не менее 1% на премаркете. То есть 1% на премаркете, да, в флотовом рынке, то есть когда рынок у нас от минус 0.20 до 0.25%, там, плюс или минус, я буду искать инструменты, которые торгуются, да, вот с таким вот Change. Естественно, если у нас маркет волатилен, да, и у нас совсем другие какие-то цифры, то есть минус 0.5%, эта стратегия будет работать уже хуже, будет сложнее найти инструменты, да, которые можно будет послать, потому что будет очень много мусора в сортове из-за того, что все торгуются, да, торгуются миллионники, они опять же туда будут попадать и будут мешать вам найти хорошие ситуации. В принципе, вот стратегия хорошо работает на, нормально работает на флотовом маркете, да, в период отчетов. Почему в период отчетов? Потому что в период отчетов наиболее большая концентрация новостей, да, и секторальных движений в том числе, да, когда у нас лидеры индустрии какие-то репортуют, могут быть движения и внутри индустрии, да, и движения в отдельных инструментах, которые репортуют. И вот эти два, ну, вот этот отчетный период, да, он является одним из моих любимых периодов, да, тот, который прошел. Почему? Потому что в летнее время бизнес-активность падает, и зачастую компании не очень хорошо репортуют, да, и много стаков заваливаются, пробивают свои левела какие-то серьезные. Поэтому, в принципе, могу сказать, что июль и август для меня самые лучшие месяцы для торговли, в отличие от других трейдеров. Вот есть такая вещь у меня. И можем непосредственно, в принципе, перейти к стакам и к ситуациям, которые я ищу. В принципе, сам поиск стаков, которые я беру на первый принт, да, он занимает не так много времени. То есть сначала я пользуюсь Finviz. В Finviz реал-тайм-дата на премаркете появляется в 9.20, то есть с 9.20 можно было до 9.25 найти несколько инструментов, да, и после 24-й минуты их нужно было отослать, потому что правила немножко поменялись. Раньше можно было отсылать все стаки, да, до 9.30. В любое время сейчас NASDAQ можно посылать только до 25-й минуты, дальше ордера уже не принимаются. Это не касается NICE, да, и отдельных ситуаций. Сейчас уже ситуация, как обычно, это бывает, становится все хуже и хуже, да, с условиями для нормальной торговли. Но, в принципе, можно продолжать делать эти вещи, и все будет хорошо. Что я использую и как я затачиваю свои фильтры? И делаю это непосредственно, просматривая сами инструменты. Есть у меня аккаунт на сайте StackFetcher, по которому я отбираю инструменты, которые пошли, допустим, чисто сегодня, после чего, да, допустим, вот мы видим, что сегодня пошел UE чисто, HCI чисто пошел, MNK казино, да, по-моему, UI HC, ну и еще несколько инструментов, что я сделаю, да, я посмотрю, на каких объемах они торговались, какая новость у них была, то есть, ага, я забываю, что не видно скрина. Пошли сегодня, UV, да, видим, HCI, MNK без гепа, MNK без гепа, но проторговка на премаркете была, и UI HC. Вот то, что показывает мой скринер на сейчас. Все-таки я попробую его показать. Ага, вот он есть. Вот таким образом выглядит сайт, да, то есть для отбора на первый принт у меня есть два фильтра. В принципе, текст, да, и то, что я ищу, вы можете увидеть у себя. Так, снова проблемы. Видно сейчас фильтр уже, да? Вот мой фильтр, непосредственно заточенный под поиск ситуаций, непосредственно на открытии. Как я уже говорил, да, я сегодня, да, то есть в конце дня, либо в середине дня открою этот фильтр и посмотрю все стаки, которые у нас с открытия чисто двигались вниз, в которых был геп и у которых была проторговка на премаркете. То есть сейчас инструментов не так уж и много, да, но, в принципе, можно что-то посмотреть. И что я непосредственно буду анализировать? Я посмотрю, каким инструмент объемом поторговался на премаркете, какая новость двигала этим инструментом, да, какое было движение, было ли движение чистое, да, какой объем был там в первом принте. Всю эту информацию я раньше там сохранял как-то, ну, сейчас просто анализирую, да, и смотрю, что же работает. И в чем прелесть? В том, что этот фильтр можно использовать, если мы здесь поменяем некоторые параметры, да, допустим, поставим Relative Valium там больше двух, мы сможем найти все стаки, которые там торговались подобным образом за этот день, за прошлый день и за любой день там в этом месяце, в прошлом году, да, то есть здесь можно посмотреть за любую дату. В данном случае мы увидим, что есть у нас инструмент UV, да, и что нам остается сделать, это посмотреть, что, какая на этот инструмент сегодня была новость, да, какой это у нас сектор, да, и что непосредственно двигало у нас инструментом. В данном случае мы видим, что новости были у нас 31 августа, да, что анонсировали дивиденд 0.14% и больше я здесь, в принципе, ничего сейчас не вижу. Теперь смотрим, была ли проторговка на премаркете. Как мы знаем сегодня, да, у нас маркет был минус 0.35 там в low, минус 0.36%, и непосредственно перед открытием ушел на 0.2, поэтому, в принципе, много инструментов торговались ниже своего опена, но здесь у нас прошло 6 тысяч в первой свече в 8 часов, да, и дальше он завалился 8.25, 8.30, он уже торговался по 20 долларов. В процентном отношении, да, понимаете, что это достаточно много уже, да, и он пробивает 20 долларов вниз, что является каким-то серьезным уровнем. То есть если мы посмотрим по дневке, да, 20 долларов у нас здесь есть уровень, да, и мы непосредственно с открытия его пробиваем. Но что было плохо, да, то, что инструмент с открытия чисто не пошел. Я вам сейчас, допустим, если отмотаем историю какую-то, да, могу показать инструменты, которые открываются, и цент в цент open равняется high дня. То есть такие ситуации тоже бывают. И что мы здесь видим, что там average volume, да, у этого инструмента меньше, чем там 100 тысяч shares в день. То есть это приблизительно там 30, 40, там 50 тысяч shares в день, и поэтому этот инструмент нам не подойдет. Много таких нюансов есть, да, таких, как, допустим, нужна проторговка на премаркете хорошая, с хорошим объемом, да, то есть не меньше там, допустим, там 5 тысяч, там, к open какому-то нормальный спред в районе 25 центов, отсутствие движения в обратном направлении от гэпа целенаправленного такого, то есть какой-то небольшой там отскок может быть непосредственно перед открытием, но движение на премаркете должно происходить в сторону гэпа, если мы торгуем продолжение движения, и на закрытие гэпа, если мы торгуем на возврат. Ну вот что похожего было из недавних инструментов, да, это у нас MOMO, достаточно такой инструмент волатильный в последнее время, и как это происходит непосредственно на премаркете, да, либо на постмаркете мы можем увидеть на истории. То есть видим премаркет, да, торгующийся, и цена у нас движется целенаправленно в одном направлении, вниз, да, то есть перед open могут быть какие-то небольшие, а сколько, ну здесь 7 часов, то есть он, это было еще очень рано, и после этого движение вниз. Далее смотрим, да, 8 часов, то есть у нас включаются ECN, могут быть какие-то сквизы по финре, допустим, еще каким-то ECN, которые, в принципе, к нормальной сенсии не относятся, да, и видим движение с открытия от 40-40, да, до 37 долларов. В принципе, откатов больших не было, но, естественно, если вы торгуете открытие, то, скорее всего, вы закроетесь по 39 долларов, и ваш день на сегодня будет закончен в этом инструменте, вот эти вторые движения, как правило, высидеть не получается, потому что волатильность на открытии очень большая, да, и если вы торгуете там по, допустим, 100-200 шерст, там, и не можете свою позицию разделить на несколько частей, да, допустим, 70 и 30 процентов, и основную часть зафиксировать по 39 долларов, да, дал чарт уже. Вот этот день, о котором я прошу прощения, я просто забываю, что у меня показывается только одно приложение, да, пробитие 40 долларов, да, как вы видите, и вот чарт, непосредственно на премаркете, мы видим направленное движение вниз, да, на большущем объеме, просто сумасшедшем, и видим чистое движение с открытия. Ну, естественно, были новости, да, и можно было этот инструмент брать. Какие ситуации помимо таких пробоев еще можно торговать? Можно торговать закрытие гэпа в обратном направлении, но для этого, опять же, нужно определенное стечение обстоятельств, то есть инструмент должен на премаркете, на раннем поторговаться выше, да, и иметь движение, то есть если мы посмотрим BBY, да, допустим, у нас BBY, репортал после... Так, сейчас дневка, да. Видим, да, тоже gap down у нас был, и давайте посмотрим, как это происходило у нас непосредственно на премаркете. Вот у нас отчет, да, в 7 часов мы торгуемся выше, да, но далее у нас появляется направленное движение вниз. Опять же, в 8 часов здесь у нас квизы, это упускаем, да, и дальше направленное движение вниз на растущем объеме, да, заканчиваем мы его в районе 9.25 уже под левелом в 60 долларов, да, и в 9.30 открываемся уже по 58 долларов, то есть здесь уже можно было чуть-чуть раньше взять его, в принципе, под 60 долларами, да, и высидеть в движение до, думаю, что там 57 можно было из него выйти. Есть такие ситуации, они тоже часто встречаются. Допустим, был еще у нас кейн. Если мы посмотрим дневку, да, то есть здесь у нас вот та ситуация как раз-таки на закрытие гэпа, на открытии. Видим, все, в принципе, идентично, да. Вот, 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 вот. Точно так же мы торгуемся в районе 7 часов наверху, после чего появляется движение на объеме, открываемся, и с открытия, в принципе, закрываем весь гэп одним чистым движением. То есть вся торговля у вас занимает там буквально максимум там 15-20-20 минут, и вы фиксируете там свой профит или лосс. Момо, бибибай. Ну, вот, в принципе, ситуации такого плана. То есть если вы хотите посмотреть, что же там было, да, за предыдущий месяц, вы можете воспользоваться этим фильтром, да, можете написать, вам сбросят ссылку и сможете, в принципе, ознакомиться с этим. Если кому-то нужно, я могу выслать непосредственно сами фильтры, которые я прописал здесь. И вы увидите непосредственно ресерч, который я провожу. Хорошо, если есть вопросы какие-то, можете задать. Еще 15 минут, как я понимаю, да, у нас. Спасибо. 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 Субтитры сделал. Спасибо. Спасибо. Сегодня я закончил в 9.30 и больше ничего не брал. CLLS, значит, это у нас, как я понимаю, биотехнолог, либо фармацевт, да, и такие ситуации, то есть на закрытие гэпа вверх в таких инструментах я не торгую. Единственное, что я торгую в биотехнологах, это пробитие каких-то серьезных левелов в компаниях с большой капитализацией. В остальном это не работает, и гэпа закрывается, то есть гэпа закрывается в районе клоузов в большинстве из этих ситуаций. Этого сектора я стараюсь избегать, потому что очень волатильно, да, и высидеть в позиции практически невозможно. Обязательно сквизы, очень большие-большие спреды, и ситуация, зачастую ситуацию очень трудно спрогнозировать, да, как будет двигаться инструмент непосредственно с открытия. С цели на ближайшие один-два года, ну, развивать то, что я сейчас делаю, да, есть у меня стратегии, которые я торгую. Это не только то, что я вам сейчас показал, в основном это другие вещи, это одна из, и, в принципе, ну, планирую развивать то, что получается лучше всего, и увеличивать объем. Смотрите, по поводу того, что сейчас работает, а что не работает. Рынок постоянно меняется, 90% времени, естественно, рынок находится у нас во флоте, да, и ситуации у нас постоянно меняются. То есть если, допустим, вы сейчас торгуете в период репортов, то можно активнее торговать OPG, да, и Intraday. Опять же, OPG может быть разным. Можно торговать на продолжение движения, можно торговать на закрытие гэпов в обратном направлении, можно торговать упоры в мувинге. Эти ситуации постоянно меняются, и если вы Intraday трейдер, ваша задача – постоянно держать руку на пульсе, и вы должны владеть, как минимум, несколькими стратегиями для того, чтобы оставаться на плаву. Потому что, допустим, в отличие от других каких-то стратегий, там, арбитража, там, и прочих вещей, да, Intraday очень изменчив. И та ситуация, в которой вы сегодня, там, и вчера могли заработать, там, несколько тысяч долларов, завтра работать не будет. Если вы не проанализировали рынок сегодня, да, насколько он хорош, либо плох, какие левела у нас, да, что может происходить, какие сектора горячие, что двигается, что двигает рынком, и у вас не складывается какая-то картинка о том, что вы сегодня должны торговать, будет очень тяжело, потому что ровной профитной торговли просто не будет, из-за того, что вы будете, даже если у вас есть рабочая стратегия, терять в ней деньги. Иногда зарабатывать, а иногда терять, и в итоге либо минусовать, либо оставаться флэт. И на долгосрочном промежутке вы все-таки потеряете. Поэтому постоянно нужно искать что-то новое, что сегодня отработало, что сегодня чисто пошло, анализировать эти ситуации и завтра пробовать искать то, что сработало сегодня. То есть все меняется. Если мы там год назад торговали одну и ту же вещь на протяжении полугода, да, и она там работала с какой-то завидным постоянством, то сейчас этой ситуации просто нет, и пытаться даже, да, торговать подобным образом можно и не пробовать. Нужно найти что-то новое, да, развить это, доработать, довести до ума, и только таким образом вы сможете зарабатывать. То есть здесь нет никакого постоянства и не факт, что даже если вы месяц либо два зарабатываете, вы будете зарабатывать на третий месяц. Были, естественно, были такие мысли, но достаточно краткосрочные, и терпение, и труд все-таки помогают все это преодолеть. То есть такие мысли появляются в затяжных каких-то лоссовых периодах обычно, да. То есть если вы торгуете, у вас ничего не получается. Но это значит, скорее всего, что что-то вы делаете неправильно, да. То есть основные моменты, из-за которых мы теряем деньги, у нас, в принципе, одни и те же, да. То есть это дисциплина, да. И как следствие, да, из-за отсутствия дисциплины, потери концентрации, да, на нужных вещах и просто пустая трата времени, пустое гоняние, там, шерст, какие-то плохие заходы и прочие вещи, все появляется из-за этого. То есть здесь, если, допустим, тебе дали по шапке, ты должен поджать хвост и сегодня просто уйти, закрывшись в своем каком-то нормальном, адекватном стоп-лоссе, а не пытаться отбиться и делать прочие вещи. В общем-то так. Лоссы, если вы торгуете, вас будут, в принципе, преследовать постоянно. То есть я вот за прошлый месяц, у меня было три больших таких лосса, с которыми там было смириться очень тяжело, но все же приходилось. Месяц я закрыл в плюсе, опять же, но было очень и очень больно. Заплатил я за свою уверенность какую-то. Был стак корейский металл. Новости по нему были там до этого негативные. Я его несколько дней видел на премаркете, он торговался там, постоянно падал. Новости, связанные с Северной Кореей, да, и с их соседством, в общем-то, в принципе. И был у нас очень интересный день, когда металлы у нас торговались по... где-то в районе там 4% минуса. И этот стак появился, да, на процент выше, и я, естественно, забрал все, что там было. Никаких новостей не было, все было проверено, все было хорошо. Я еще взял объем больше, чем обычно, и в итоге перед открытием вышла новость от Moody's, что они там все проанализировали, и все будет хорошо. В общем-то, в принципе, ну, естественно, последовал вынос на открытие, мы пробили хай свой, там меня по автоклоузу закрыли, и стак благополучно упал на несколько процентов, то есть после 9.30 уже спустя там 15-20 минут было движение вниз. Как психологически бороться с убыточными днями, если тем более они идут подряд? Очень тяжело, в принципе, ответить на этот вопрос. Я думаю, что лучше, наверное, взять какой-то перерыв, хотя сам я этот перерыв никогда не беру, то есть у меня обычно, если я теряю, это бывает там несколько дней, то есть 2-3, и дальше все налаживается. Анализировать, почему вы потеряли, и стараться больше этих ошибок не повторять, потому что я думаю, что у большинства из нас проблема с тем, что мы всегда теряем по одной и той же причине, как бы то ни было, да. То есть есть трейдеры, которые могут там заработать там тысячу, две, но, опять же, может наступить день, и они эти две тысячи теряют только потому, что не могут остановиться, допустим. Если у вас торговля не идет в том плане, что вы просто не видите ситуации каких-то, не заходите в правильные инструменты, то тогда, естественно, нужно уходить в ресерч, и, опять же, анализировать новости, анализировать рынок, анализировать ситуации и пытаться найти какие-то закономерности и небольшими объемами их торговать, чтобы вам не было больно потерять эти деньги. Есть очень большая разница в том, когда вы теряете правильно деньги и теряете вот из-за таких глупостей, когда вы переторговываете, когда вы не можете остановиться, когда вы там заработали, допустим, тысячу долларов, куда-то зашли, отдали сто, да, и пытаетесь, опять же, эту тысячу вернуть, в итоге теряете и закрываетесь там хорошо, если плюс 500, если не в минусе, да, то есть если кто-то узнает себя, поставьте плюс. В общем, бывает и так. И вот в чем разница заключается? В том, что когда ты потерял деньги правильно, тебе не хочется отбиваться, вот как в случае с этим ADR, да, корейским было. То есть я увидел ситуацию, я проанализировал новости, которых не было, я проанализировал рынок, я посмотрел на индустрию, все, в принципе, сходилось, да, и единственное, что не сошлось, это внеплановый выход новости, который, в принципе, меня и вынес. В остальном все было как нужно, да, и если я увижу такую же ситуацию снова, я, опять же, буду в нее заходить. И мне не было больно в тот день, да, когда я потерял, это был один из первых там дней в месяце, но несмотря на это я на следующий день пришел и нормально торговал. А когда вы теряете, допустим, были плюс 500 долларов, да, поторговали внутри дня, в обеденное время, позаходили, половили все сквизы, всю дерготню, потеряли эти 500 долларов, то на следующий день вы приходите и пытаетесь уже агрессивно, неадекватно, заходя большими объемами, допустим, пытаетесь отбить эти деньги и, естественно, начинаете дальше терять, потому что вы теряете концентрацию, теряете нить вообще, которую вы должны следовать в трейдинге. То есть здесь никто не застрахован от потерь, и вы должны просто стремиться к тому, чтобы в вашем арсенале было как можно больше стратегий, которые вы можете применять к рынку, к меняющемуся рынку и меняющемуся рынку каждый день, да. То есть, допустим, если у нас спайдер стоял очень долго в каком-то рынже марки, да, и торговать, в принципе, нечего было, то вот здесь вот, да, если вы там торговали до этого, там, твикс или какие-то похожие вещи, то, в принципе, вот в эти дни, да, была очень и очень хорошая ситуация по твиксу. Но, опять же, если вы этого никогда не видели, никогда не торговали, вы бы и не взяли это движение, но движение было очень красивое, красивое, очень явное, очень понятное на премаркете. То есть, мы поторговались, сейчас, если я демонтаю, если мне позволят, пробивали хай, да, с отката, было у нас две консолидации, видимо, не демонтали, сейчас, секундочку. Так, где мы находимся? Давайте на пятиминутки, чтобы долго не смотреть. Ситуация была очень шикарная. Да, вот это она и есть, наверное. И движение непосредственно с открытия, посмотрите, да, с 18.50 до 21 доллара, причем здесь можно взять любой объем, какой вы хотите, да, то есть я думаю, что, в принципе, все поместятся сюда. В какой промежуток времени торгую на открытии? Наиболее удачным является время, начиная с 9.30 до 9.15, то есть это первая 15-минутная свеча, как правило, на этой свече все заканчивается, то есть это три минуты какого-то чистого движения, встречный первый левел, там фиксируется позиция и на этом все заканчивается. Опять же, если есть возможность, да, зайти тысячу, да, и выйти 700, 300 ставить, то можно оставлять их, в принципе, иногда и на целый день, если вы готовы пересидеть 30% отката от вот этого чистого движения, которое было на открытии. Что можно сказать? Что процентное отношение прибыльных убыточных сделок в этой стратегии, оно намного лучше, чем в интердее. Почему? Потому что в интердее внутри дня уже торгует большое количество роботов, и все, в принципе, заточено против вас. Там этих вещей меньше, работает чтение ленты, да, как это называется. То есть можно смотреть в маркетмейкер, увидеть какие-то там и беды, и афера, и понять, где выйти, куда поставить стоп. Опять же, все это работает немножко лучше. Есть возможность, да, то есть для тех, кто думает, что торговать это сложней, опасней. Есть некоторые заблуждения по этому поводу, да, то есть инструменты, когда открываются, есть еще, если что-то идет не так, в принципе, есть возможность зафиксировать свою позицию, если вы не торгуете там супер, супер большие объемы какие-то, по нормальной цене, где-то выскочить там минус 10, там 25 центов, да, когда позиция не идет в вашем направлении. Ну, и если идет, вы можете забирать там полпоинта, 75 центов в дешевых стаках, и в дорогих, соответственно, намного больше. Как вы считаете, зависит ли плавность хода стака от биржи, на которой стак торгуется? Субъективно заметил, что стаки на NASDAQ торгуются плавнее и мягче, чем на NASDAQ, и лента в NASDAQ понятнее, а на Amex вообще жесть. Ну, во-первых, на Amex инструментов сколько там торгуются? Я не знаю инструментов, которые там… инструменты, которые можно торговать. Их там буквально несколько там… ну, максимум, может быть, до сотни что-то найти. NASDAQ и NICE. Насколько я помню, раньше говорили, что все отличается там… отличалась там волатильностью, да? То есть на NASDAQ были там более какие-то движения волатильные, чем на NASDAQ. И на NASDAQ стаки торговались плавнее и понятнее, да? То есть больше таких прогнозируемых вещей было сейчас. Сложно сказать. Я не разделяю для себя NASDAQ, NASDAQ, Amex. На Amex и фондах, в принципе, торгуются. Поэтому очень тяжело сказать. То есть все зависит от инструмента. Сейчас же появились вот эти правила с пятью центами. Опять же, как их торговать? Нужно как-то приспосабливаться, как-то искать какие-то точки входа. Они торгуются вообще абсолютно иначе, нежели стаки с обычным спредом, да? И отсеивать какие-то инструменты, в которых есть движение, абсолютно не стоит. Я даже не отсеиваю инструменты, да, которые средним, да? Многие делают research, там, отбирают, ну, понятно, по relative value, да, и по каким-то движениям, но при этом выставляют себе average value. А если инструмент не торговался вообще, а сегодня он наторговался 200 тысяч и завтра улетел, там, на 10 поинтов, что его, не торговать? Торговать. Нужно смотреть непосредственно на движение инструмента в данный момент. То есть если он двигается, если в нем нормальный спред, если его можно торговать, то его нужно торговать, да? То есть если в нем есть все факторы, которые могут спровоцировать движение, есть возможность зайти хорошим объемом, были уже красивые движения, то торговать его, естественно, нужно, и отбрасывать там все, я думаю, что не стоит. И так, в принципе, когда у нас неотчетный период, найти, что торговать внутри дня, очень тяжело. То есть обычно, как у нас происходит, у нас движение происходит с 9.30 до 10 часов, это первый и второй мув, и все, на этом все заканчивается, и дальше стаки становятся в рейндж, понятно, консолидации, и может быть, если определенным, опять же, образом складывается ситуация, может быть, во второй половине дня будет какое-то движение, но обычно это движение либо до лоу сегодняшнего дня, и очень редко, когда мы пробиваем во второй половине дня лоу либо хай и движемся наверх. Опять же, как к этому приспособиться? Нужно смотреть. Допустим, сейчас был период отчетов, когда инструменты гэпали, стояли внизу, и потом перед клоузом, там есть определенное время, когда у нас консолидация, происходит накопление, да, и перед закрытием появляется какое-то небольшое движение наверх, то есть не закрытие гэпа, а просто мы подходим к хаю сегодняшнего дня, и на этом все заканчивается. То есть здесь нужно вот постоянно искать и постоянно меняться. Вот в этом вся сложность вообще, в принципе, интродэй трейдинга, что ты не можешь быть сегодня таким, как ты был вчера, иначе ты просто погибнешь в этом бизнесе, и если ты не развиваешься, не ищешь что-то новое, не анализируешь и постоянно встаешь на одни и те же грабли, и выжить будет очень и очень тяжело. И вот, как я уже говорил, да, еще один вопрос такой же, как психологически бороться с убыточными днями. Вы просто должны прийти сегодня, то, что было вчера, это было вчера, и сделать все правильно, так, как это было написано в вашем торговом плане, если он у вас есть, да, то есть если вы все сделали верно, да, то вам не будет больно, и вы будете знать, что придя завтра и сделая то же самое, скорее всего вы заработаете, потому что ради этого вы и работаете. Вы каждый день должны подкручивать какие-то болтики, винтики для того, чтобы усовершенствовать свою стратегию, да, то есть, допустим, если у вас была какая-то точка входа, а вас три дня подряд в ней сбивают, значит, уже не работает, да, уже нужно что-то поменять, либо лимитами заходить пассивно, как-то не агрессивно, не в пробитие лоу, да, а где-то лимитнуться по хаю консолидации, да, от цифр, от которых там продают, и высиживать там подобным образом. Только делать правильные вещи в правильное время. Вот это самая такая фраза, да, интересная. Не раз мы уже с Сергеем ее говорили друг другу, поэтому если вы делаете правильно, вам не будет больно, и вы не будете стараться отбиться, будете идти дальше, да. Если вы срываетесь, то, естественно, это влечет за собой последствия, которые вам придется, с которыми вам придется в любом случае бороться, как-то решать, либо уходить. Вот и все. Что за правило с пятью центами? Стаки, капитализации, я не помню, там, или средним объемом, торгующиеся меньше, там, с каких-то тысяч шерс, торгуются со спредом пять центов. Причем вы можете брать эти стаки только в пятицентовые вот эти цифры. То есть, допустим, 7.25, 7.30, 7.35, 7.40, 7.45, да, а все остальные могут торговать эти стаки внутри спреда. То есть, там, специалисты, понятно, и фонды, они каким-то образом, я не знаю, за счет чего, но у них есть такая возможность. То есть, вы видите, что, допустим, спред 10 центов, да, входите, естественно, войти вы можете либо в бит, либо посерединке, да, но посерединке никто не дает, естественно. Заходите в бит, и если что-то не так пошло, то есть, открывается спред, и открывается он как минимум на 5 центов, 5 центов, еще 5 центов, теряете там 15-20, и с этим есть очень большие проблемы. То есть, заходить в эти инструменты в пробитие low, допустим, там, агрессивно, я вообще не рекомендую, не рекомендую, и только где-то по хаям ренджей, от цифр, на которых стоят оффера, и в надежде на то, что вам все-таки дадут позицию, не разберут этот оффер, и, ну, то есть, вы не будете последним, и цена не вылетит там, опять же, на 10-15 центов в обратном направлении. Расскажите про Dark Pool. Стоит ли смотреть по ним сделки в Time and Sales, и как они влияют на движение в стаке? Вы пользуетесь Dark Pool? Да, я пользуюсь Dark Pool, влияют ли они на движение в стаке? Просто, может быть, у вас есть, да, меня просят заканчивать еще буквально 5 минут, и у вас, может, есть заблуждение по поводу Dark Pool, да, и, допустим, Финры, да, по которым там вот 8 часов, вы видите, да, у нас проходят вот такие вот принты, которые, там, на Point, на 2, там, на 50 центов, где-то выше за ценой реальной, да, бидов и аферов. Это не Dark Pool. Dark Pool – это возможность отправить ордер, который не виден никому, да, то есть, допустим, вот я, когда пытался выйти в инструменте, да, в корейском вот этом, я ставил свой ордер Dark Pool, и при этом еще проверял, стою ли я лучшей ценой или нет, да, и всегда передо мной стоял кто-то на 1 цент выше, и я не мог просто зафиксировать свою позицию. Естественно, стоит. То есть вы должны смотреть, когда вы торгуете и смотрите в Market Maker, вы должны видеть, если у нас есть спред, допустим, там, 5-7 центов, если вы видите, что сделки проходят ближе к цене беда, то, естественно, там где-то выше стоит какой-то бит, да, и он забирает все, что продают. Опять же, но хорошо это или плохо, вы просто должны понимать, когда продают, а когда покупают. Если сделки проходят ближе к беду, то, естественно, продают. Если ближе к офферу, то, естественно, покупают. Какие там объемы стоят, они могут быть там какие угодно. Ну, обычно это большие объемы. По правилу 5 центов, ну, вы можете просто открыть любой стак и увидеть это по правилам 5 центов. Видно, во-первых, по чарту, в принципе, по дневному, да, то есть если мы смотрим, что у нас там. Вы увидите спред в маркетмейкере кратные 5, да, то есть 8.25, 8.30, и все, и он меньше не становится. То есть он либо может быть 8.25, 8.40, либо 8.25, 8.35, и таким образом вы можете их распознать. Но обычно это такие неликвидные какие-то компании, которые, в принципе, торговать внутри дня и не хочется особо. Все, хорошо. Хорошо, если вопросов больше нет, тогда я заканчиваю. Всем удачи и не останавливайтесь просто, развивайтесь, усовершенствуйте то, что вы уже сделали, да, и я думаю, что даже из самой нетривиальной идеи какую-то можно сделать рабочую стратегию, если приложить к этому много усилий и времени. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!